Какими должны были быть арийские женщины, по мнению Гитлера? Гитлер полагал, что есть расово-полноценные и расово-неполноценные нации. Наиболее совершенными считались потомки арийцев, к таковым относил себя и сам Гитлер. Первоочередными признаками нордической расы считались светлые волосы и голубые глаза. Но так как сам Гитлер, да и многие его последователи не слишком соответствовали этому портрету, он решил уделять внимание не только внешности, но и духу. Потомки арийцев – это люди исключительно умные, они могут не быть голубоглазыми блондинами, но их ум, как считал Гитлер, выдаст расовую принадлежность. И все же для создания идеального арийского общества Гитлер предпочитал сочетать браком своих солдат с женщинами, внешность которых идеально подходила под общепринятые стандарты. К женщинам предъявлялся ряд требований. Они должны были быть среднего роста, не низкие и не слишком высокие, слаженного телосложения без лишнего веса. Помимо светлых волос и глаз, у истинной арики не должно быть слишком пышной растительности на теле и тем более лишних волос на лице. Арика не должна выглядеть болезненно или рано стареть. При этом и ранее взросление также считалось признаком несоответствия. Хотя, как по мне, если посмотреть на фото женских учебных лагерей, практически все девочки развиты явно не по возрасту. Разумеется, истонные арики должны быть умные, воспитанные, гармоничными и душой, и телом. Лень в разумной степени даже поощрялась. Физический труд считался уделом плебеев и признаком турного нрава. Истинная арика должна заниматься воспитанием детей и думать о душевном покое своего супруга. Вот как считали. Истинная арики следует слушаться мужа, но при этом позволяется высказывать свое мнение и даже настаивать на нем, ведь она не рабыня. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями.